Продолжение следует... Не так давно в нашей стране произошло важное событие. Наверняка вы о нем знаете. Экспо-2017. Международная специализированная выставка, прошедшая столице Казахстана три года назад. Тема выставки – энергия будущего. В Экспо-2017 приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Посетили почти 4 миллиона человек. Главным объектом Экспо-2017 стало сферическое здание Нур-Алем. Его высота 100 метров, а диаметр 80 метров. Много гостей из разных стран посетили эту выставку. И чтобы встречать гостей, быть активными в общении, очень важно изучать другие языки. Предлагаю поработать по учебнику на странице 11, задание 1. Прочитаем текст и найдем числа. Мы проехали за день около 600 километров. В понедельник продали 1000 билетов на выставку. Из 400 мест в гостинице осталось только 50 свободных. В этом павильоне находится около 700 экспонатов. За месяц мы собрали 150 открыток о Нур-Султане. Малый конференц-зал вмещает до 200 человек, а большой – до 400 человек. Послушай, как звучат эти числа на трех языках – русском, английском и казахском. Давайте вместе со мной. Шестьсот – 600 – алты жюз. Одна тысяча – one thousand – бэр мэн. Пятьдесят – фифти – елю. Семьсот – севен хандрит – жетты жюз. Сто пятьдесят – one hundred and fifty – жюз елю. Двести – ту хандрит – екэ жюз. Четыреста – фо хандрит – тёрт жюз. Предлагаю выполнить задание номер два из учебника на странице 11. Обратите внимание, что для сложения и вычитания многозначных чисел, которые заканчиваются нулями, нужно сложить или вычесть тысячи, десятки тысяч, прочесть результат, записать его и дописать нули. Выполните три примера на выбор. Проверь себя. Сумма чисел 65 и 879 равна 944. Разность чисел 1000 и 645 равна 355. Частное чисел 416 и 8 равно 52. Произведение чисел 159 и 5 равно 795. Сумма чисел 34 тысяч и 12 тысяч равна 46 тысячам. Разность чисел 91 тысячи и 71 тысячи равна 20 тысячам. Сегодня мы говорим про экспо, и поэтому в следующем задании мы отправляемся на экскурсию. Устно решаем задачи на странице 12. На экскурсию приехало 140 девочек и 160 мальчиков. Все они разделились на 10 равных по количеству детей групп. Сколько детей было в каждой группе? Проанализируем задачу. Сколько детей приехало на экскурсию? Всего было 140 девочек и 160 мальчиков. Выполним первое действие. Сумма чисел 140 и 160 равна 300. 300 человек всего на экскурсии. На какое количество групп они разделились? Групп 10. Как узнать, сколько детей было в каждой группе? Выполним второе действие. Узнаем количество детей в одной группе. Частное чисел 300 и 10 равно 30. 30 человек в одной группе. Запишем решение задачи в виде выражения. Если мы сумму чисел 140 и 160 разделим на 10, то получится 30. 30 человек в одной группе. Можно ли решить эту задачу другим способом? Конечно! Составляем выражение. Если частные чисел 140 и 10 сложить с частным чисел 160 и 10, то получится, что в одной группе 30 учеников. Ответ. 30 детей в каждой группе. Второй способ стал возможным, потому что мы использовали правило деления суммы на число. При решении задач нужно выбирать удобный способ решения. А теперь повторим решение сложных уравнений. Решим уравнение в задании 4 на странице 12. Вспомним алгоритм решения сложных уравнений. Упрощаем уравнение. Определяем неизвестный компонент действия. Решаем уравнение. Делаем проверку. Записываем первое уравнение. Упрощаем уравнение. Выполняем действие в скобках. Разность чисел 315 и 245 равна 70. Определяем неизвестный компонент действия. Это уменьшаемое. Вспоминаем правило, как найти неизвестное уменьшаемое. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к разности прибавить вычитаемое. Находим корень уравнения. Делаем проверку. Решение второго уравнения выполняется аналогично по алгоритму. Составим уравнение по иллюстрации. Задание 5 на страничке 12. Задание 5 на страничке 12. Сумма чисел неизвестного числа и 320 равна сумме чисел 560 и 200. Упрощаем правую часть. Определяем неизвестный компонент простого уравнения. Это слагаемое. Как найти неизвестное слагаемое? Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо от суммы отнять известное слагаемое. Находим корень уравнения. Х равен 444. Делаем проверку. Второе уравнение решается по аналогии. Выполним упражнение 6 на странице 12. Решим задачу с помощью уравнения. В одном павильоне выставки в понедельник за день побывали 958 человек. Из них 429 взрослых, а остальные ученики начальных классов. Сколько учеников побывало на выставке в этот день? Известна сумма двух слагаемых. Неизвестно одно слагаемое. Приняв его за х, мы составляем уравнение. Пусть х – это количество учеников начальных классов. Тогда сумма неизвестного числа и 429 равна 958. Находим корень уравнения. х равен 529. Ответ. 529 учеников побывали в павильоне. Сегодня на уроке мы побывали на выставке. Вспомнили, как выполнять вычисления многозначных чисел, как использовать умение решать уравнения в решении задачи. Наш урок подошел к концу. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok